всем привет скажу сразу же спасибо тем кто пишет комментарии под моими монологами как всегда благодарю вас за это потому что мне читать ваши послания очень интересно я с чем-то спорю с чем то соглашаюсь что-то узнаю новое для себя это очень здорово но и также спасибо тем кто материально поддерживает канал это тоже не бывает лишним это такой знак внимания который мне конечно же приятен вот ну а сегодня на мне футболка trail records но я не покажу новых пластинок изданных сашей цалихи нам и его компания trail records покажу их чуть позже их накопилось достаточное количество три альбома sky cries mary я все обещал их представить ну и там кое-что еще а сегодня я хочу представить вам представить тем кто не знает и показать тем кто знает всемирно известную группу всемирно известную легендарную и пользующиеся огромной популярностью но исключительно среди тех кто интересуется так называемым спейс роком ну это для удобства такое обозначение вы знаете уже что я не не люблю вот эти все названия стилей спейс рок там хард рок трэш металл там все вот это вот панк музыка есть музыка и как-то и обзывать и классифицировать ну наверное кому-то интересно но это идет во вред во вред слушателям в первую очередь потому что есть значительная часть слушателей которые ведутся на эти вот определения и говорят а раз это фанк мне это не интересно а раз это панк нет я панк не слушаю а раз это металл я это не слушаю металл я не слушаю да хотя в любом стиле играет огромное количество музыкантов самых разных самых разных композиторов самой разной музыкой и то что попадает в нишу там условно назвал панк-рок там такое количество самой разной музыки настолько интересны насколько не похожий одно на другое и так много открытий что ну смешно ориентироваться на название стиля и это можно сказать о любом так вот о любом вот этом самом стиле фанк там соул все что угодно везде разные артисты разная музыка металл очень разная музыка очень разные истории поэтому горит я вот это вот этот стиль я слушаю этот стилей не люблю но это значит это не глупо неплохо ничего это значит себя ограничивать сознательно сознательно лишать себя огромного количества интересной информации и в первую очередь огромное количество удовольствия так вот space rock всемирно известная группа озрик тентаклс озрик тентаклс ну опять таки это те самые ограничения о которых я сказал выше то есть люди которые любят вот этот самый space rock они прекрасно знают эту группу она существует первой половины восьмидесятых годов прошлого столетия то есть где-то в районе 40 лет примерно выпустила что-то такое около 30 альбомов может быть и больше даже я честно говоря не помню не смотрел может быть на я думаю что больше но ведь много людей которые а space rock ну там что-то тенджерин дрим да и все и мы там как бы и достаточно ну достаточно так достаточно но группа всемирно известная опять таки я повторюсь среди тех кто погружается вот в эти самые дебри электронной психоделической опять определение да электронной современной музыки хотя эта музыка не совсем электронная она в общем-то электронная потому что вся лежит на синтезаторном звучании но здесь живые барабаны живая гитара гитары скажем так может эдвайн единственный музыкант группы который с самого начала до последних времен существует играет в этом коллективе а это коллектив у эдвайна есть сольные альбомы и есть возрек тентаклс но это его группа его бэнд много раз менялся состав музыканты уходили приходили целые блоки постоянно где постоянно действующих музыкантов держались довольно длительные периоды всех их я называть не буду точнее никого называть не буду сегодня кроме эдвайна потому что про возрек тентаклс я буду еще говорить не только в этом ролике в разных это заслуживает того группа это заслуживает того чтобы обращаться к ней несколько раз сегодня так я вводная такая история как я сказал группа начала работать английский коллектив на настоящий английский underground underground полный есть несколько групп таких очень хороших которые сознательно не шли на контакт с какими-то крупными рекорд лейблами хотя потом это все уже случилось в более поздние времена потому что рекорд лейблы лейблы сами пришли к артистам искали мы хотим вас выпускать а до этого возрек тентаклс выпускали свои записи на кассетах и у меня нет кассетного магнитофона но я бы с удовольствием купил бы наверное старый кассетный магнитофон если бы нашлись где-нибудь кассеты возрек тентаклс оригинальные первые пять альбомов они записывали на кассеты и их тиражировали самостоятельно кое-что собственно не кое-что а все эти кассеты сейчас переизданы уже на виниле потому что люди врубились что это стоит того вот одно из таких переизданий это 1988 год синий альбом называется он называется он по-другому называется он слайдин глиндин ворлдс слайдин глиндин ворлдс но в принципе их называют по цвету обложки потому что они все синий желтый розовый на зеленый вот но это синий 88 года двойник как я уже сказал записан на кассету был и кассетами и тиражировал слава богу сейчас появились эти уже переиздания на виниле все стало более-менее доступно но не дешево поэтому узриков у меня немного в коллекции удовольствие не дешевая но очень хорошее очень сильно про этот альбом я расскажу отдельно 88 года и надеюсь что со временем у меня прибавится еще и вот остальные четыре альбома которые выходили на кассетах у них последний альбом вышел в двадцатом году совсем недавно но сравнительно недавно да называется он space for the earth и он с одной стороны не похож на восемьдесят восьмой год а с другой стороны похож вот так бывает музыка возрик тентаклс инструментальная исключительно и все эти 30 с лишним альбомов это инструментальная музыка даже там джейн дрем там запели в свое время здесь все строго здесь все нормально эдвайн играет на всем на гитаре в первую очередь очень хорошо очень хорошо играть на гитаре на клавишных на разных инструментах типа флейта всякие духовые штуки струнные ну и состав группы довольно плотный но последнем альбоме здесь состав довольно сжатый практически на всем играет вайн а на более ранних альбомах ну вот что у меня тут что у меня тут есть вот такие вот такие возрики вот такие возрики это вообще девяносто третий год тоже из из ранних но поговорим а сегодня пластинка 90 если не ошибаюсь седьмого года не вижу здесь я по моему девяносто седьмой год это арбор а арбор ца арбор ценс арб арбор из сенс называется она возрик тентаклс это уже не на кассете записано это уже записано в хорошей студии и выглядит вот таким образом но это переиздание как я уже говорил в основном выходили на компакт дисков альбома возриков в свое время в девяностые там и позже и слава богу вот пошли уже виниловые вещи что же это такое как я уже сказал музыка электронная при этом живая барабаны бас гитара флейты струнные разнообразные и казалось бы да ну что 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 они могут сыграть круче там чем тенджерин дрим и чем хоквинт да если говорить об английской вот этой космической музыки там чем пинг флойд могут эта музыка совершенно другая во-первых это самая электронная якобы структура возрик тентаклс она в отличие от тенджерин дрим в отличие от там клауса шульца в отличие от крауд рока она дико ритмичная вся она дико ритмичная она просто мочит сразу с 1 пьесы до последней она вламывает все лежит на бас-гитаре который играет такие рифы запоминающиеся повторяющиеся зацикленные и очень четко продуманные очень хорошие и все это ритмично с бешеной игрой на ударных просто менялись барабанщики но молотилова оставалось всегда всегда бешеный ритм но при этом не обязательно быстрый а очень много вещей построенных на дабе такой среднетемповый даб и напоминает это все может быть джау обла какую-то параллель можно провести тяжелый вот этот вот повторяющийся монотонный астинатный бас и наверху на нем такие чудеса электроники такие чудеса синтезаторов такая гитарная игра фантастическая такие изменения тембра гитарного видимо заведенного в разные синтезаторы в разные обработки и все это так начиная с середины восьмидесятых годов чудеса звука чудеса текстуры фактуры пространство просто удивительная штука но если говорить об этом альбоме здесь астракорт астрокортекс первая вещь с дикими гитарными аккордами начала сразу думаешь ну урок какой-то ну какой-то хоквинт версия хоквинт версия 2 но нет совершенно другая мелодическая история гармоническая история и все развивается невероятно то есть вот с этих вот жестких роковых гитарных аккордов которые прямо пощечинами пощечинами из колонок на тебя несутся пошли синтезаторные дела и все остается в ритме очень быстро первая песня и она задает темп всем всего альбома очень здорово в барок следующий номер еще мощнее по подаче по фактуре но помедленнее темп басовый риф меняется конечно и начинаются гитарные чудеса уже гитарный там не рев там не рев там плотный электронный гитарный звук живой гитары но он он электронный он такой его не описать он он совершенно ну кстати говоря вот engine dream есть похожие вещи гитарные в смысле звука очень интересно пьеса длинная с фальшфиналом в середине раз все все вроде бы затихает потом бешеные какие-то барабанные вставки барабанные взрывы и пошел опять басовый риф и пошло гитарное соло на не на подкладке синтезаторов а в море синтезаторного звучания очень все здорово следующая песня заглавная арборесцент арборесцент такие педы смысле пространственно такие не подкладки синтезаторные а такие подушки синтезаторные на которых можно раскинуться и отдохнуть после бешеных двух первых вещей просто какая-то передышка а вот четвертая вещь эл салу она очень хорошо характеризует вообще возрек тентаклус музыку возрек тентаклус потому что там появляется мелодия есть везде везде играется мелодические штуки и в этом смысле похожим немножко на маялса дэвиса который тоже всю свою историю уже модального джаза вел от мелодии от мелодических фраз на которых уже развивал всю остальную свою историю и вот первые три вещи там без везде есть мелодия но она не не у него не очень конкретно она все вокруг нее существует да а в 4 вещи играется конкретная мелодия довольно длинная и какой-то чувствуешь разочарование потому что это самая мелодия она как-то убивает глубину музыки возреков до этого была глубина здесь началась конкретно какой-то beatles и извиняюсь просто вдруг стали играть но конечно все это потом в этом в этом в этом движусь но ну зачем вот это конкретная мелодия таких мелодий мы слышали сколько угодно но слава богу она заканчивается начинается дальше хорошая хороший космос возрек тентаклов ну про вторую сторону я расскажу следующий раз также как и про остальные Альбомы этой удивительной группы Но я рад, что хотя бы Познакомил вас с тем, что есть Такая группа В этом мире И она в принципе доступна Пластинки доступны В интернете наверняка тоже это можно найти Озрик Тентаклз Всемирно известный бэнд Я пошел пить пока